Меня зовут Алексей Дмитриев, я родился в Петербурге, тогда он назывался Ленинградом. Я пишу про все, на самом деле у меня нет никакого своего фокуса или области. Мне интересно все, что интересно. То есть будь это статья о тестикулярных имплантах для собак, которые напечатал Деловой Петербург, до статей в гастроном про еду, до каких-то более игривых текстов в Максим, проявляя удивительную прыть, окучил массу всяких изданий от инфлайтов, от Дальнего Востока до Уфы, до Перми, до Краснодара. Во всяких журналах я пишу, на Украине у меня есть журнал, куда я пишу, в Казахстане. В застойные времена уехал на стажировку в Индии, и стажировка эта в результате затянулась на всю жизнь. Ну там было много приключений, потому как, естественно, советское посольство, оно препятствовало моему невозвращению, оно хотело меня насильственно вернуть. Но я сопротивлялся, что удивительно, потому что я дилетант, а не профессионал, но тем не менее. И после этого я жил в Греции какое-то время, жил на Афонской, на Святой горе, в монастыре, вмесил благовоние, пахал там. Да, 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 у меня были какие-то, я помогал им. Вот. Но потом все-таки я вернулся в мир и вернулся в Америку. И переехал в Америку. Получил там, там получил филологическое образование. Я получил еще МБА, магистр по бизнесу. И работал в большой мега-корпорации. Дослужился до главного офиса и вице-президентского титула. А после этого телекомский пузырь лопнул. И я оказался на улице. И возвращаться обратно, как бы входить в ту же реку я не захотел. И вспомнил, что гуманитар. Стал писать. И вот уже три года, как исключительно этим и занимаюсь, этим живу. Попробовать все. Попробовать все. От водяных жуков до личинок. Отвратительное по концепции и по жестокости. Это было блюдо в Японии. Берется кусочек тофу. И кладется в кастрюлю с водой. В эту кастрюлю, в эту воду. Выпускаются молодые угри. Дальше эту кастрюлю ставят на огонь. И вода нагревается быстрее, чем тофу. Тофу остается прохладным. В поиске прохлады угри зарываются в этот тофу. Но в результате это их не спасает. И совершенно верно. И получается такая буханка из тофу с зажаренными там или сварившимися там угорьками. Самый восхитительный это, наверное, фрукт дуриан. Который в Малайзии и во всей Юго-Восточной Азии очень популярный. Запах абсолютно невыносим. Напоминает смесь сыра ракфора со старыми носками. Колючий он большой, зеленый колючий. Его надо как бы рассечь на четвертинке. И вот внутренность его, она действительно великолепная. Но надо зажимать нос, когда ешь. Да, как бы идея состоит в том, что для того, чтобы заработать деньги, надо их потратить. Поэтому сначала деньги вкладываются в поездку. А потом начинается долгая и тяжелая история окупания поездки. Потому что окупить поездку мало. Ведь надо, чтобы еще что-то осталось на выплату ипотеки, на страховке и на все остальное. Считается, что этим прожить нельзя. Особенно удивляет то, что продаю я на одном рынке. В основном, русскоязычные тексты я продаю на этом рынке. А покупаю-то я все на другом рынке. Если вспомнить 20 лет назад, парную баранину на рынке могли купить только грузины, которые продавали там мимозы. То есть экономические законы работают. А у меня получается некое нарушение. Но вот работает. Например, месяц назад я вернулся, и я пришлю, будет у вас про этот текст. Я вернулся из Бангладеш, куда меня позвали интервьюировать опального бывшего премьер-министра. К сожалению, к тому времени, когда я приехал, ее арестовали. И надо было что-то быстро придумывать, чтобы как-то окупить поездку. В Бангладеш есть замечательное место. Это 20-километровый пляж, на который выбрасываются старые сухогрузы и танкеры своим ходом. Из-за того, что там высокий прилив, они могут практически выброситься на берег. Когда им становится 25-30 лет, и содержание их начинает быть сильно дорогим, то от них избавляются. Их продают в среднем за 12 долларов за тонну. Покупают предприимчивые бангладешцы, потому что дальше за где-то 1,20 доллар в день рабочие буквально голыми руками разбирают эти танкеры на металлол. И это такое совершенно уникальное место, потому что таких мест... Раньше этим занимался Китай, но поскольку они очень хотят войти в Всемирную торговую организацию, они эту практику прикрыли. Естественно, Greenpeace сильно недоволен, потому что там чудовищная загорелина. Там все выливается в море, прямо в мазут и все эти внутренности. Эксплуатация человека человеком там тоже на соответствующем уровне, потому что никаких профсоюзов. Эти люди абсолютно бесправны, но они счастливы, что у них есть работа, которая не зависит от сезонных колебаний. Потому что если они работают на полях, то как бы что они делают между сборкой и посадкой. Это такой постиндустриальный ландшафт, фантастический совершенно. Вот эти громадиные корабли, и вокруг них копошатся маленькие люди, которые буквально растаскивают, причем не пропадает ничего. Старое отработанное масло откачивается из разобранного двигателя и потом разливается по бакам, и эти баки продаются. С 15 сентября во Владивостоке открывается пятый международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», о котором, как я сейчас понимаю, за пределами самого Владивостока никто не знает. Сильный конкурс азиатских фильмов. То есть все фильмы, все страны, которые так или иначе выходят на Тихий океан, они имеют право участвовать. Там хорошо представлены Япония, Китай, Австралия, Америка, там будет американский фильм. И это будет интересно, то есть у меня есть просьбы и от американских журналов, которые… Variety, Entertainment Weekly, вот все эти американские журналы, и для российских. А для ДП напишите? Да, конечно.